На портал Экзогет поступил вопрос. Подскажите, как понимать слова из книги пророка Исаии, 65 глава 20 стих. Никогда больше в нем не будет младенца, что жил бы лишь несколько дней, или старца, что не проживал бы свой век целиком. Тот, кто умрет столетний, будет считаться юношей, а кто не достигнет столетий, будет считаться проклятым. Перед нами на самом деле один из самых ярких, самых удивительных текстов пророка Исаии. 65 глава содержит в себе то, что мы можем назвать видением нового неба и новой земли. Конечно, фраза эта относится преимущественно к апокалипсису, к тексту значительно более позднему, но и здесь мы можем сказать то же самое, потому что описывается одна и та же реальность. Я позволю себе обратиться к этому тексту шире. Что здесь мы видим? 65 глава 17 стиха. Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемые, не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И будут радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома и жить в них. Ну и далее, далее, далее. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому. А для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Это видение грядущих судеб мира. Обычно, когда мы говорим о конце времен, мы смотрим на него в самом мрачном апокалиптическом ключе. Мы ожидаем грядущих бед на Вселенную. Но важно иметь в виду, что, как использует такой оборот Священное Писание, все это родовые муки. Христос говорит в Евангелии, женщина, когда рождает, терпит скорбь. Но когда родит, забывает о ней, от радости, потому что человек родился в мир. Точно так же и ожидание конечных судеб мира, с одной стороны, рождает в нас страх, переживание, озабоченность и тревогу. Но с другой стороны, в этих образах мы понимаем, что в этих конечных судьбах исполнится замысел Бога о мире. И этот замысел благ. Исайя обращается к очень простым категориям. Повторяюсь, да, тот же самый оборот. Новое небо и новая земля используется и в апокалипсисе Иоанна. Но там он описывает видения более сложные, более, в некотором смысле, наверное, даже сказали бы абстрактные. Не так завязанные на обыденные категории жизни человеческой. Но каждый автор пишет в свою аудиторию и ориентируется на тот уровень, в котором он представляет своих читателей. Поэтому Исайя, составляя данный текст для своих современников, во-первых, конечно же, описывает это грядущее царство как век абсолютной благости. В самых простых, повторяюсь, бытовых категориях не у него одного. У многих других ветхозаветных пророков мы увидим подобные же обороты. Когда, например, о царстве наступившем будет говориться как о времени, когда город не будет запираться, потому что не будет ничего страшного происходить. Когда дети будут безбоязненно играть на улицах, а старики сидеть каждый под своим деревом. Когда нет кого и нечего будет охранять. Здесь же все это описывается, например, в таких же простых категориях, как долголетие, мир, безопасность. Даже о диких и опасных животных говорится то, что они изменят свое поведение. Все это явные указания на то, что вот они, новое небо и новая земля, царство Божие, место и время, в котором Бог победил. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok